Добрый день! У нас в студии Леон Мазин. Мы продолжаем говорить о вопросах важных, как для мессианских верующих, так, наверное, и для верующих христиан. Мы говорили в прошлой встрече немало о отношении Израиля и мессианского движения, веры в Маше Хаишо. А как дела обстоят за границей в Галуте? Вот в принципе для евреев там нужно ли вообще мессианское движение или для жителей тех стран? Вопросом на вопрос. Вы заходите в супермаркет, в наши времена есть супермаркеты, раньше это были маленькие лавочки, в которых было три вида товаров и этого было достаточно. Сейчас ты заходишь в супермаркет и у тебя глаза разбегаются, ты не знаешь, что взять, но это требование нашего поколения. Я хочу сказать, что все, что существует, все существует, оно имеет место быть, но все, что существует, в какой-то момент даст отчет перед Богом. И как написано в писаниях Павла, что пройдет как бы через огонь. Мессианское движение в диаспоре. Если в диаспоре есть евреи, то к этим евреям по-прежнему обращено слово Божие. И слово Божие повелевает им сегодня, как когда-то Павел сказал тогда сегодня, оно сегодня также повелевает им, чтобы они оценили свою жизнь и кто находит себя греховным, немедленно покаяться. В формате современной реальности, когда мы не можем прийти в Иерусалимский храм и заколоть барана, предварительно возложив на него руки и исповедовав свои грехи, мы должны понимать, что что-то должно быть другое. Курица, зарезанная в емкий пур, размахиваемая над головою, я думаю, не значительная замена, то есть это не то. Слова, они всегда слова. Нужно действие. Поэтому в писаниях сказано, «Жертвоприношений ты не захотел, тело уготовал мне». И писание многократно, разными путями, особенно, конечно, красочно, Захария 12 глава про это говорит, или Исаия 53 глава говорит, или тот псалом, который я только что процитировал, или вся система жертвоприношений, начатая с Ицхака, не с барана какого-то, а с Ицхака, указывает на то, что будет когда-то принесена серьезная жертва за то, чтобы ввести людей в состояние нового, нового завета, когда не нужно постоянно очищаться от жертв, но единократной жертвой очиститься, совершенно приходя к Богу, знать, что Он воспринимает тебя. Это нужда есть в первую очередь у еврейского народа, который вне Бога как бы полусуществует. Ну, разумеется, и у неевреев эта нужда, соответственно, также есть, но мессианские общины в данном случае должны послужить проводником или более легким мостом, где еврейская традиция подчеркнуто выражена и еврею, даже бывшему в атеизме, но имеющему какие-то еврейские вкусы, может, было бы легче. Хотя данные говорят, что на сегодняшний день больше евреев находятся в христианских церквях, чем в мессианских общинах по всему лицу земли. Все же много общины мессианские по всему лицу, видные статистики растут, их число умножается по всему миру, в бывшем СНГ, в Германии, в Польше, в европейских странах, в Англии, во Франции, в Соединенных Штатах, в Канаде. Число это постоянно растет. Если оно растет, значит, этому есть нужда. Оно не может расти на пустом месте просто по чьей-то глупой инициативе. И я, как руководитель мессианской общины в Израиле, имею связь со многими мессианскими руководителями, есть движение, даже несмотря на ковиды, на локдауны, когда нельзя было приходить, это число даже увеличилось в мессианских общин. А вот за счет кого оно увеличивается? Недавно были споры в интернете, вот христиане из своих церквей бросают, уходят в мессианские общины, или же все-таки есть евреев, которые приходят вот сюда? Окей, я скажу так, и то, и другое. Разумеется, есть определенная группа христиан, неевреев, которым нравится все еврейское. Они приходят и за границей, в диаспоре нету, нету, чем запретить это и не нужно. Во времена, до того, как Иешуа пришел, мы читаем, что в диаспоре были синагоги, и была масса празелитов, которых тянуло к еврейским праздникам, откровению о Господе Боге. И сегодня это таким же образом проявляется. И важно понять, что если мы возьмем число этих христиан, которые из каких-то поместных церквей вышли и стали частью мессианской общины, это мизерные проценты, тут нечего даже бояться или переживать. Но, слава Богу, что мессианские общины в первую очередь, ну, по крайней мере, так должны быть, открыты для евреев. И мы знаем, что, допустим, в сегодняшнем законе Израиля евреем является тот, кого мать является еврейкой. Такого не было раньше. Было достаточно, что отец еврей. А если мы смотрим о так называемом гиюре, то в древние дни, я уверен, что там не было такой же принудительно нудной процедуры, которая стягивалась от полугода до двух лет, пока человека меняли направление, то есть те же празелиты и все. Если человек горел Израилем, становился Израилем, ну, кстати, это ободряет, возможно, чтобы в мессианских еврейских общинах за рубежом, в диаспоре в Израиле это и так актуально, люди, которые прилиплись к этим общинам, ну, соблюдали какие-то элементарные еврейские вещи, которые Господь Бог заповедал нашему народу, типа кашрута, типа каких-то праздников, каких-то дни очищения или еще чего-то, ну, элементарные вещи. А до какой степени? До степени, до той степени, где твоя совесть с этим соглашается, потому что, ну, по большей мере, не евреи вообще к этому не принуждались. И Новый Завет в Деяниях в 15 главе говорит, по мере вашего, вот вам только там 4-5 каких-то вещей. Но все-таки, я думаю, если тебя уже так влечет в еврейскую общину, типа если ты так влечет в еврейскую страну, то будь как природный житель, то есть не выделывайся и не начинай разговаривать про всякие свободы, а мы свободны. Если свободен, все, будь там, где ты есть. Короче говоря, возвращаясь к вашему вопросу, мне, да, кажется, что есть место быть мессианским общинам. Они должны быть в первую очередь открытыми дверями для евреев. И это должно быть что-то без навязывания. Я вообще человек, не любящий навязывания. И любая интеллектуальная экспансия, я не при... ну, вот чисто по-человечески не люблю этих вещей. Но, подобно как ты заходишь в супермаркет, и тебе предлагают разные продукты, и часто, да, у нас, допустим, в Йомехамиши, по четвергам, во многих супермаркетах дают попробовать что-то. И ты попробовал? Нет, это мне не нравится. Попробуй, о, это ничего, это я возьму. Так и здесь мы должны быть открыты. Я думаю, живем в такую формацию человечества, когда без навязывания мы можем предлагать вещи. И кто открыт, или кого избрал Господь, будет с нами. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok